Всем привет! С вами канал Выживание и сегодня на моем обзоре новинка от компании ООО ПП Кизляр Кинжал Калибр. Сейчас я проведу с ним ряд тестов, расскажу о ноже подробнее, поделюсь своим мнением. И прежде всего выражаю благодарность всей компании ООО ПП Кизляр и лично Андрею Орлову за предоставленное образец на тестирование. Ссылочку на обрендовый магазин и другие информационные ресурсы предприятия я оставлю ниже под описанием. Итак, что мы имеем? А имеем мы согласно классификации завода кинжал охотничий, который лично я по факту охарактеризовал бы как вариант русского боевого кинжала, выполненного в милитаре стиле. Также данный кинжал согласно сертификации является холодным оружием, поэтому для его приобретения нужно иметь соответствующие разрешения. Начну, как всегда, по порядку. С ножен. Калибр комплектуется ножнами, выполненными из АБС-пластика, по периметру которых расположены люверсы и прорези в аккурат под ширину стропы моли. Это дает огромную вариативность размещения различных видов крепления, в том числе с помощью строп моли. В нижней части имеется сливное отверстие. Фиксация ножа в ножнах осуществляется за счет клипсой прищепки в устье и дополнительного хлястика на кнопке, но даже в расстегнутом виде кинжал сидит очень надежно и абсолютно при любых трясках, вращениях и тому подобных манипуляциях отсюда не выпадает. Входит и выходит с характерным отщелкиванием. Сразу же хочу сказать, что надежная фиксация для данного кинжала просто необходима как воздух. Наверняка огромное количество людей захочет его подвешивать вертикально, вот таким вот образом, на быстрый доступ. И в этом случае каждый должен быть уверен, что нож отсюда не выпадет от случайной тряски. Система подвеса представлена в виде быстросъемной нейлоновой петли на велкро, что и является очень удобным. О всех достоинствах такой подвесной системы я уже многократно говорил на канале, не вижу смысла повторяться в очередной раз. В общем и целом имеем простые, утилитарные и неприхотливые ножны. Клинок характерного кинжального типа с обоюдоострой или двухсторонней заточкой. С двух сторон имеются симметричные долы по центру. Общая длина клинка составляет 16 сантиметров, толщина 4,8 миллиметра, но фактически эта толщина соответствует только центральной осевой данного ножа. У кинжала широкие вогнутые спуски с подводами, сталь традиционно аус 8, покрытие stonewash черный, тип монтажа литой, через всю длину рукояти с хвостовиком, выходящим в торце в виде вот такого вот стеклобоя. Общий вес кинжала составляет 112 грамм. Рукоять также симметричного кинжального типа, в сечении плоская, но полнообъемная. И вот в этой проекции имеет вот такое подобие расширящегося навершия. Выполнено из элострона, по всему периметру имеется ряд насечек и вот такие фактурные насечки в виде квадратиков для лучшей цепкости. В передней части полноценная металлическая гарда упор с характерными отгибами для удобства упора большим пальцем. В тыльной части отверстие под темляк и стеклобой, о котором я уже сказал ранее. По первым впечатлениям рукоять кажется достаточно удобной, но окончательные выводы сделаю только после проведения всех работ. А теперь давайте проверим функционал данного кинжала и посмотрим на что он реально способен. По традиции начну с проверки базовой остроты из коробки. Проверять буду на стандартном листе формата А4. Друзья, ну тут конечно традиционно очень толстое зубилообразное сведение и даже если режущая кромка при таком сведении заточено хорошо, как ни крути он будет все равно подрывать, что мы собственно и наблюдаем. В целом нож достаточно неплохо заточен, но конечно я не могу сказать что здесь идеальная заточка. Ну в общем-то еле-еле-еле скрипя зубами чуть-чуть волосы он подбревает. Я бы пожалуй поставил по базовой заточке 4 с плюсом. На твердую пятерку все-таки он не вытягивает. Хотя конечно штыку не нужно иметь бритвенную остроту, у него совсем другой функционал. Но тем не менее... Друзья, ну в том, что такая геометрия будет эффективно колоть, я думаю никто из вас не сомневался. Ну и поскольку прикладные задачи также никто не отменял, предлагаю порезать толстый кожаный чепрак. Толщина его составляет 5,5 миллиметров. Это на тот случай, если нужно будет резать какой-то толстый, к примеру, кожаный ремень или что-то в этом духе. Ну, друзья, вполне ожидаемо... Кинжал эффективно резать не стремится, но резать им можно. Собственно, задачи у него совершенно другие. И с учетом зубилообразного сведения, он прям совсем не хочет лезть в толстую кожу. Не могу сказать, что он ее не режет совсем, режет, но режет очень посредственно. А что, если из строя нужно вывести вражеское транспортное средство? Вообще не напрягаясь, как будто в масло входит. В общем, с резиной никаких проблем, как на укол, так и на рез. Ну что ж, раз уж мы говорим о боевом применении данного кинжала, то давайте посмотрим, сможет ли этот кинжал пробить пакет из мягкой СВМП брони толщиной 24 слоя. Итак, достаем пакет СВМП из спины. Вот так вот он выглядит. Давайте сейчас взрежем поверхность и посчитаем количество слоев. Что бы уж, как говорится, наверняка. Итого, друзья, 24 слоя, как и заявлено изначально. Друзья, абсолютно не напрягаясь, пакет мягкой СВМП брони в 24 слоя кинжал прошивает насквозь. Давайте чуть-чуть я усложню задачу. Буду колоть условно не лежачего противника, а в стойке. Возможно, как-то поменяется результат. Друзья, как вы видите, результат абсолютно аналогичный. Кинжал работает. И в продолжении темы. Кевлар 20 слоев. Есть пробитие. Здесь тоже есть пробитие, но уже не так охотно. Кончик вылез. Еле-еле пробивает. Первый удар прям пришелся очень уверенно. Ну, в общем, так или иначе, а кевларовый жилет в том числе этот кинжал пробить сможет. И еще надо бы немножко построгать древесину, чтобы и в этом вопросе разобраться. Понятное дело, что этот нож совершенно предназначен для другого. И, честно говоря, мне очень не хочется выполнять вот эти прикладные задачи, которые не являются целевыми для него. Но без этого никак не обойтись, иначе полнота картины будет нарушена. Поэтому строгаем древесину для того, чтобы определить резучесть геометрии ножа в общем и целом. Ну и самое главное, оценим удобство рукояти при выполнении силовых работ. Да, друзья, обращаю внимание, что строгаю сырую древесину. Это важное обстоятельство, так как зачастую при работе по сухой ситуация может меняться кардинально. И что мы наблюдаем на данный момент? Очень размеренный, не агрессивный рез. Оно и понятно. Такое зубилообразное сведение не дает ножу лезть в глубину. А вот с краешку, по принципу стружколома из рубанка, она работает достаточно успешно. Ну, конечно, кинжалом строгать еще то удовольствие. Со строганием мне, в принципе, уже все понятно, как и с удобством рукояти. Итого. Вот такую тоненькую стружечку, однако одной, этот кинжал оставляет. Понятное дело, что я не могу считать его суперрезучим инструментом. Он таковым не является по определению изначально. Но какие-то простейшие элементарные работы там, в виде там заточить какой-то колышек, что-то немножко где-то подстрогать, им можно, в принципе, без проблем. Конечно, ни о какой серьезной и продолжительной работе в этом направлении говорить не приходится. Строгание этим кинжалом можно оценить, ну, не знаю, в 3 балла, не больше. А вот с удобством рукояти картина совсем другая. Рукоять мне показалась очень удобной, цепкой. И здесь я бы поставил твердых 5 баллов. Ну и поскольку этот кинжал в том числе заявлен и как кинжал охотничий, соответственно, он должен быть в том числе и приемлем при разделке туз животных. Но так ли это на самом деле? Мы сейчас разберемся. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну вот и все, зайчишка разобран легко и непринужденно Не могу сказать, что кинжалом это делать удобно Нет, друзья, неудобно, но делать можно И давайте обратим внимание сразу же на режущую кромку Я все-таки порубил по костям Посмотрим, как это сказалось на ее состоянии Вот здесь я наблюдаю незначительные просветы, но никаких выкрашиваний сколов не появилось. Точечность засвета не более. Два движения амусаты никаких проблем. Ну, собственно говоря, я не удивлен с учетом толстого сведения, как у зубила зарежущую кромку можно особо не опасаться. Еще одна прикладная задача – это рез веревки, каната, войлока и так далее. Ну, конкретно у меня сегодня самый ходовой диаметр льня на пеньковой веревке, которую сейчас и порежем. Во-первых, это даст ответ на вопрос, насколько эффективен нож при резе веревки. Ну, а во-вторых, посмотрим, насколько хорошо режущая кромка ножа способна удерживать свою остроту. И, как следствие, можем сделать первичное заключение о качестве термической обработки клинка. Я думаю, никому уже не надо объяснять о том, что рез каната, веревки и войлока способствуют быстрому притуплению режущей кромки. В общем, давайте разбираться. Ну что ж, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok 35-й рез уже появились какие-то проблемы. 40 резов я сделал. Ну, давайте уже добьем до полтинника и посмотрим, что из этого получится. Сад. Ну что ж, друзья, последние 10 резов прямо уже совсем тяжко. Так, давайте сейчас посмотрим, как это сказалось на остроте режущей кромки. Ну, замахрил нож, он и перед этим-то махрил. Хотя вот сказать, что прямо режущая кромка затупилась, было бы, наверное, неправильно. Хотя, вот, смотрите, отдельные участки уже, откровенно, протестуют против реза бумаги. Ну, отдельные участки вполне еще уверенно с ней справляются. В общем, друзья, вполне логично, что вот с таким вот сведением, зубилообразным, нож не будет резать хорошо веревку. Однако, на 3 балла он все-таки нарезал. Что касается удержания остроты режущей кромки, ну, на данном этапе я бы поставил, наверное, все-таки 4 балла. Посмотрим, что будет дальше. Любой милитарий нож должен обладать повышенным запасом прочности, в том числе на критические боковые нагрузки. Но так ли это на самом деле, сейчас и проверим. Напоминаю, что мой вес вместе с экипировкой составляет около 98-99 килограмм. Исходя из этих цифр, и будем делать заключение. Давайте еще разок для надежности. Итого, друзья, под воздействием моего веса клинок не погнулся, не деформировался, не сломался. Отсюда делаем заключение, что данный кинжал действительно обладает повышенным запасом прочности, в том числе и на нецелевые критические боковые нагрузки. Итого, друзья, выкладываем. Друзья, у данного кинжала очень неплохая балансировка Уверенно летит в цель Но метать его, конечно же, неудобно Ввиду того, что клинок обоюдоострый Можно травмировать ладонь Это во-первых Но во-вторых, данный нож не является метательным Напомню всем в очередной раз Что метать нужно строго специализированные метательные ножи В противном случае вы рискуете поломать свой нож Ну а я это сделал исключительно в развлекательных целях Еще один важный вопрос, который лично меня очень сильно интересует А насколько крепкое острие у данного кинжала Конечно, вы можете сказать, что в принципе нож уже пробил Мягкие SVMP и кевларовые бронепакеты Все с ним уже понятно, нет смысла в этом тесте Но! Те, кто давно на канале, прекрасно знают Что на моих тестах ломались те ножи От которых этого вообще никто не ожидал Поэтому обойти этот тест стороной Я просто не могу Как минимум, это будет несправедливо По отношению к ножам в той же тематике Которые я тестировал ранее Поехали Опасно! Я думаю, достаточно Давайте посмотрим, что стало с острием А с острием Абсолютное ничего Не сломалось, не погнулось, не откололось Отсюда делаем заключение Что острие данного кинжала является очень надежным И устойчивым к критическим боковым нагрузкам В том числе и не целевым Ну и, пожалуй, крайний на сегодня тест Который я обычно делать особенно не люблю Но в контексте армейского ножа Милитари приоритета Этот тест считаю обязательным Так как вскрытие жестяных консервных банок Цинок с патронами Ну, фактически составляет 50% всех выполняемых задач подобными ножами Как бы странно Для любителей американских боевиков Это не звучало Но реалии именно таковы Поэтому сейчас вскрою Жестяную консервную банку И посмотрю Как скажется это на режущей кромке ножа Останется ли после этого нож работоспособным Ну и заодно сможем также еще раз Оценить качество термической обработки клинка Но вначале давайте, как обычно, оценим С какой степенью остроты Кинжал подошел к финальному испытанию Как ни крути, перечень задач Был весьма широко разнообразен Одно только пробитие Мягкой брони Могло посадить режущую кромку наглухо Но, как видите, с древесиной кинжал по-прежнему справляется И, честно говоря, какого-то особого отличия От изначальной эффективности в этом плане Я не замечаю Думаю, все-таки бумага здесь будет понагляднее Как ни крути Ух ты Два листа вырвал Ну, понятное дело, что клинок уже начал махрить и подрывать В принципе, он практически изначально это делал Так как режущий клин здесь сформирован Ну, практически по принципу зубила Но, тем не менее, посмотрите Все-таки с бумагой он еще справляется Пусть и не так хорошо Как в изначальном состоянии И в основном он режет вот этой частью Которая меньше всего пострадала А вот эта часть, которой, в общем-то, и пробивали Различные предметы Вполне логично подсела Ну, что, друзья Поехали Как там ямщик сказал Поехали И я махнул рукой Через всю длину режущей кромки По традиции прогоняю жестянку Чтобы сомнений в правильности выполнения теста Ни у кого не оставалось Так, для начала сравним работу по древесине Да, обращаю внимание Я сейчас вскрывал вот этой стороной Ей же и проверяю А то сейчас найдутся диванные специалисты Которые скажут, что я вскрывал одной стороной Проверяю другой И так далее В работе по древесине Явных отличий не наблюдаю Если сказать, что наблюдаю их вообще По мне так ничего не поменялось Но, думаю, сейчас как раз-таки бумага Несет окончательные корректировки В этот вопрос Похуже Откровенно похуже Стал клинок справляться Но сказать, что он выведен из строя Было бы неправильно Бумагу он все-таки режет по-прежнему Еще разок Так сказать, для большей надежности Все так же Передняя часть посажена посерьезнее А вот это расстояние возле клинка Работает получше Но, друзья Нельзя отрицать тот факт, что Кинжал по-прежнему бумагу режет Так, ну и теперь надо бы Повнимательнее посмотреть Режущую кромку вблизи Вот здесь я вижу Серьезные притупления Сейчас камера сфокусируется Думаю, вы тоже увидите В районе острия Но, повторюсь Они все получены На тестах с пробитием На режущей кромке Наблюдая отдельные точечные засветы Но ничего серьезного В виде замятия, выкрашивания, сколов И так далее не обнаружено Что, в общем-то, неудивительно Исходя из клинообразного Или зубилообразного сведения На данный кинжал-штык Ну, а в общем и целом Могу заключить, что Если вам придется вскрывать Жестяные банки Цинки с патронами И так далее От одного, двух, трех применений Кардинальным образом На работоспособности ножа Это не скажется Кроме того У нас есть две режущие кромки Собственно, специально Под эти задачи Можно использовать одну А вторую Использовать как раз-таки Для задач более тонкого реза Что было бы максимально логичным Подведем итоги На основании проведенных Ной тестов Могу заключить Что калибр По моему мнению Стоит позиционировать Как узкоспециализированный Милитари нож Показывающий Высокую эффективность Целевого применения Кроме того Я бы еще отметил Что этот кинжал Показывает также Достаточно Посредственные результаты При выполнении Сопутствующих Прикладных задач К основным недостаткам Данного кинжала Я бы отнес Прежде всего Пожалуй Наверное Только цену Но опять же Это тоже Очень условный Недостаток На момент обзора Цена на данный кинжал Составляет 7125 рублей Что по моему мнению Для среднестатистического Гражданина Нашей родины Является Ну не бюджетным Как минимум Однако Если сравнить Цены на кинжалы Других производителей Особенно западных То в таком контрасте Можно сказать Что он фактически Бюджетный Ведь там Любой кинжал Начинается От 20 тысяч И выше Ну и второй Такой условный Не то чтобы Недостаток Скорее пожелания Пожелания Будет по ножнам В принципе Это функционально Удобные ножны Но Единственный По моему мнению Минус этих ножен Что они Не совместимы С системой моли Я бы предложил Производителю А именно кизляровцам Сделать ножны Наподобие Как у своего ножа Таран Чтобы они Залазили в ячейки моли Таким образом Вы бы Очень здорово Облегчили задачу Подвеса На современные Виды экипировки И снаряжения Подумайте об этом Это очень важная тема Ну и традиционный Недостаток Который сопутствует Всем Практически Ножам От ООО ПП Кизляр Это толстое сведение И базовый угол заточки Сегодня В контексте Данного ножа Недостатком По моему мнению Не является Скорее наоборот С учетом Специализации Данного ножа Такое исполнение Как раз таки Прибавляет ему Прочности И способствует Дольшему сохранению Работоспособности Ну а к основным Достоинствам Я бы отнес Прежде всего Как и сказал ранее Высокую эффективность Целевого применения Огромный запас Прочности Огромный запас Надежности Очень удобную Цепкую рукоять Ну и конечно же Харизму Харизму Которая присуща Данному кинжалу Я думаю Любой мужчина Подержав его в руке Не останется равнодушным Друзья Если у вас остались Еще какие-либо вопросы По данному кинжалу Пишите смело В комментарии Я постараюсь Оперативно на них ответить Кроме того Напишите На какие еще ножи От компании ООО ПП Кизляр Вы хотели бы увидеть Обзоры на моем канале Все это я традиционно Буду учитывать При планировании Дальнейших видео Ну и как обычно Если видео было полезным И понравилось Не забывайте Делиться с друзьями И подписываться На все наши источники В том числе Яндекс.Зен и Рутуб А на этом Я буду с вами прощаться Друзья И как обычно Желаю вам счастья И крепкого здоровья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин